Была ситуация примерно полгода назад, когда я начал каждый день получать смс с разных номеров ватсап с определенными угрозами. Я даже какое-то там безобидное опубликовал, больше ничего не публиковать не стал, потому что если я вам говорю, что это были ужасные сообщения, ужасные не в том плане, что я чего-то испугался. Если бы я чего-то испугался, то я бы сделал так, как рекомендовали мне в этих сообщениях. Рекомендации были следующего характера. Первая была такая, типа, если не хочешь, чтобы у твоих близких были проблемы, как бы сделай там ближайшие несколько недель заявление, как бы уйди из политики. Даже тогда были новости на эту тему. Значит, дальше, то, что я начал получить дальше, а этот номер ватсап, каждый день, ну не каждый день, скажем так, каждый из этих номеров ватсап жил примерно один-два дня. Значит, что мне удалось в результате, как бы, сделать? Значит, я пригласил к себе творческих людей, значит, для того, чтобы все-таки узнать, кто этот моральный урод, который писал ужасные вещи там про моих родителей, учителей, как бы, которые находятся в пенсионном возрасте. Значит, про моих детей и так далее. Потому что, как бы, ну там, типа, не уйдешь, вот то-то сделаем с твоим ребенком, то-то с твоими родителями и так далее. Значит, я эту тему закрыл. Ну, информацию, имеется в виду, закрыл. А начал, как бы, серьезно работать в этом направлении, как бы. С кем я воевал больше всего в течение этих лет, это, как бы, знает себя страна, это Владимир Плохотнев. Значит, я, как бы, думал, что это люди плохиша. Да, ну, как бы, ну, не нужен был я в этой предвыборной кампании, как бы, думал, будут растить себе тихонечко, там, социалистов и так далее. И, как бы, как бы, угроза идет... Упс, призвал звонок, извините. Вот, потому что, как бы, ну, все эти годы, там, понятно, что я им больше всего мешал, как бы, и мой, и додон. Вот, плюс, было установлено следующее, что каждый раз использовались, практически каждый раз использовались новые телефоны. И не просто, и не просто новые телефоны, а, как выяснилось позже, одни из самых дорогих мобильных телефонов на рынке. То есть, самый дешевый, который использовался, это iPhone 7. То есть, он покупался под определенную, значит, после этого, значит, он выкидывался с того телефона. Никуда не звонили, на него не загружали почту e-mail. То есть, поверьте, это было очень тяжело, это была кропотливая работа. Значит, вот так, значит, параллельно тут просто приходит куча сообщений, извините. Значит, идея в том, что приехали творческие студенты, те самые, которые подключались и к серверу по Ухотнюка, когда многие вещи публиковал, и разоблачали многих грязных, непорядочных полицейских, которые занимались там политическими делами и так далее. В общем, я ребят пригласил к себе. Что сделали они? Я взял свой телефон, который знают полземного шара, который заканчивается на 6.2, писали именно туда, сим-карту установил на новый iPhone, и установил туда только WhatsApp. Для того, чтобы информация, которая была в моем телефоне предыдущем, как бы не пересекалась, не пересекалась, ну, то есть, нужен был чистый канал. Технически там это очень долго и сложно объяснять. Значит, но в результате было установлено следующее. Значит, например, IP-адреса отправления сообщения в WhatsApp с номера там такого 373-690-56039 Это молдавский WhatsApp, одноразы, которые делали там. Сообщения отправлялись только с использованием Wi-Fi-соединения, без подключения к мобильному интернету. Местоположение устройства на момент отправления сообщений в приложение в WhatsApp. Устройство было подключено только к одному Wi-Fi-соединению. У Алиснет без пароля, скорее всего, общественная сеть, возможно, автомойка. Тот-то ложь, находящаяся там-то, координаты близкие там, улица ЛБЛ, такая-то, координаты, GPS такие-такие. Телефон следующий там, молдавский. 373-786-643-379 Устройство было подключено там-то, там-то. Пароль, пароль, логин такой-то, пароль такой-то. Значит, когда пацаны попались уже полностью. А эти сообщения каждый день приходят. Понимаете, когда отправляют близких людей, одних с выжженными глазами, как других насилуют в фотошопе и так далее, это меня, как бы, понимаете, заводило. Тут, как бы, безрелищно мне это не было. Я вам, как бы, в этом признаюсь. Значит, дальше пошли телефоны. То есть, мне писали, я назад писал, окей, с небольшим фалерским вирусом и все, дальше они уже стали пленниками. Значит, чуть позже устройство было подключено там-то, там-то. И вот интересно, как мы, на чем я их поймал. Модель iPhone 7 Plus, 128 гигабайт, Jet Black, Челуэр, там, номер такой-то, имей, номер 355-349 и так далее, серийный номер, там, DX3W и так далее. То есть, когда я получал вот эти все отчеты, значит, я собрал всю информацию, значит, пошли мои адвокаты, моя бывшая жена, пошли в полицию, как бы, написали заявление, потому что, как бы, понимаете, вычислить-то их вычислил, а вот задержать их как-то не это вот. Не, ну, нет у меня возможности, тем более, находясь в Москве. А я четко понимал, что это пишут в Молдавии, да, места меняли там и так далее. Значит, пишут в полицию, ну, и думаю, заодно посмотрим, как бы, как будут двигаться, и будет по их расследованию, понятно, как бы, кто за этим стоит. Значит, хотя, еще раз говорю, я считал, что первый, это плохотнюк, второй, как бы, кто мог позволить, там, блогерам раз в два дня покупать телефон, там, за 600-700 евро, или каждый день. Это, как бы, там, понятно, плохотнюк, шор, ну, и последний у меня там где-то замыкал Додон с Горбунцовым, как бы, эту цепочку, кто это все организовал. Значит, написали заявление, передал в полицию, тут молдавская полиция начинает звонить, так и так. В общем, мы получили всю информацию, очень все важно, очень качественно, очень интересно, но нам нужен ваш телефон, и, как бы, чтобы вы объяснили, откуда мы не можем приобщить материалы к делу. Я говорю, ага, плохиши ловить, как бы, не хотят. Значит, но, при всем моем отношении к плохотнюку и к той политике, которую он проводит, значит, я знаю плохотнюка много лет, я об этом много раз публично говорил, меня за это критиковали, значит, ну, как бы, я знаю, что у плохотнюка были определенные принципы, там, не воевать, там, с семьями, там, и так далее. И, как бы, для меня это было странно, но, тем не менее, то, что полиция, прокуратура не хотела расследовать, долго думали возбуждать, делали не возбуждать. Значит, потом, как бы, дело все-таки возбудили, я по своим каналам, там, налаживаю какие-то мосты, для того, чтобы получать эту информацию. И, в общем, через пару месяцев дело сдвинулось у них с мертвой точки, они взяли мою информацию, эту всю за основу, начали как-то дальше работать, и что вы думаете? Буквально недавно, подчеркиваю, я уже знаю все про эту историю, ну, почти все будет правильно сказано, все, нет, наверное, но выясняется, что человек, который писал эти смски, была установлена связь конкретно между ним, людьми, и самим Игорем Дадоном. Я до конца не хотел верить в эту версию, потому что, ну, то, что Дадон мерзкий и подлый, да, но как бы у человека там трое детей, как бы наверняка будут много, как бы Дадон и Бундиса, Монт Штито, Царон, Сыды и Думезу Самотати, на частой дирекции. Значит, я начинаю как бы буксовать, думаю, может быть мне это специально запускают информацию для того, чтобы разозлить на меня, на Дадон и так далее. Я начал просить доказательства на эту тему. И на сегодняшний день все то, что я получил, еще раз, фамилиями, именами, числами, месяцем года рождения, кто где живет, во сколько, кто кому приходил и так далее, к сожалению, это оказался Дадон. Многие говорят последние недели, вот усатый там лупит серьезно Дадона, плахотнюк лупит Дадона, там шор гасит, Калинин прилетел там на воздушном шаре, значит, у кого, у них какие мотивы, как бы понятно, шор сегодня, партнер плахотнюка, это особо не скрывает, там никто из них, по крайней мере, Дадон был закамуфлированным и так далее, у Калинина там свои разборы с Дадоном, но когда, поймите мое состояние, когда я узнал про все это и убедился в том, что это как бы Дадик, значит, ну, пределу моему возмущению, негодованию нету, я не буду публиковать, если кому-то из журналистов будет интересно, без того, чтобы можно было сфотографировать, я покажу очень много вещей на эту тему, и в том числе, что писали и так далее, могу сказать одно, я сам могу, если надо, дать ей по морде, я сам жестко критикую, многие говорят, слишком жестко, там, разных политиков и так далее, но я бы себе никогда не позволил в адрес члена их семей, ребенок, это жены, родители и так далее, позволить себе такую мерзость, почему я об этом говорю именно сегодня, так как была слита эта прослушка моего разговора с Цеповичем, ближайшие дни мы узнаем, кто писал, как и так далее, но, поймите меня правильно, единственное, за что я сегодня опасаюсь, у меня все в порядке с родителями, ребенок ходит с охраной, с осенью прошлого года, и такие ничтожества, они могут вот так, только мерзко оскорблять, угрожать и так далее, то есть, где додон и где боец, у него главная максимальная схватка, это схватка с клубникой, которую он собирал с Киркоровым, это все знают, но тем не менее, я тогда принял все меры безопасности, касаемо, люди присматривали за членами моей семьи, даже члены семьи их не замечали, я как сын, как отец, сделал все, сейчас получается, что была слита эта запись, ими вот в эту помойку, а я с Николаем Цеповичем, как раз обсуждаю эту ситуацию, что вот, как бы думал плохие, думал то, а это как бы доди получается, да, и сегодня я понимаю, что в ближайшее время этого клиента должны были задержать, и я уверен, что он будет задержан, и этому негодяю, который пальчиками нажимал, да, он получается, просто интернет киллер, как бы додона, и он просто наемник, но хочу сказать этому парню, что я позабочусь о том, чтобы и он, и те, кто всю эту мерзость, чернуху заказали, с тем, как насилуют детей, там, кого-то сжигают, вырезают, и так далее, я им гарантирую, как бы, что сидеть они будут правильно и качественно, и, потому что, я знаю, это знает весь мир, как относятся к насильникам, ко всяким негодяям, особенно к тем, которые там засматриваются, замахиваются, особенно на маленьких, детей, я очень прошу, тех полицейских, которые, занимаются этим делом, максимально предпринять все меры, чисто по-человечески, я дал свое слово тогда, что я не буду ничего публиковать, ничего делать, и так далее, но эта аудиозапись вышла, и этот негодяй может, уехать там на какой-то остров, Додон его может спрятать, там, в каком-то подвале, и так далее, потому что у Додона, после этого лайфа, будет трястись, не только щечки будут свисать, я думаю, что у него сейчас будет висеть все, потому что этот человек, и эти посредники, я уверен, всех сдадут, сдадут их, как стеклотару, и на вопрос, после того, что позволил себе Додон, по отношению к моему ребенку, моим родителям, я могу сказать, что Додон, мне по отношению к тебе, можно абсолютно все, я жалею только об одном, что все вы, в разное время, Додон, который брал у меня деньги, который ел у меня за столом, который приходил в гости, когда мне еще не было политики, оказался просто мерзким негодяем, который не просто хотел меня уничтожить, но также полез туда, куда точно лезть ему не надо было.